МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толярады у компании Гомелю, студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Мясовые инициативы старшинни советов депутатов базового Узроню ознайомились с практикой их реализации в Шашерском районе. В 76 годах мирного життя в Гомеле распошались мероприемцы промеркованные до годовины вызволения города от фашистских оккупантов. Контракты на 40 миллионов долларов. Россия зацековлена в импорте продукции БМЗ. А зараз об этом и иншим больше потрапязно. Старшинни советов депутатов базового Узроню ознайомились с практикой реализации мясовых инициатив. В якости прикладу для выучения брали Шашерский район, где за три годы с допомогой международных грантов реализовали 9 проектов. Хоть, как переконались наши корреспонденты, только за международной финансовой допомогой для достижения запланованного тут вы решили не обмежеваться. По колькости насильництва Шашерский район не самый великий. Але на жадание людей зарабить свое життя лепш, гэты факт, здаецца, значного уплыву не оказал. Во всяляким разе, аж на початку 2000-х, тут примали активный удел у реализации международных проектов КОР. Ураевы конками Пиракананы. Миновіта отриманы тады в опыт допомог жихарам района выиграть гранты. Были проекты малые на базе сельских школ. То есть в одной школе выращивали вешенки на то время. В одной из школ была реконструкция плодово-ягодного сада. То есть люди ухаживали, получали продукты, скажем так. Значит, в одной из школ был создан уголок радиационной безопасности. То есть, ну, это началось все довольно-таки давно. Для Чашерского территориального центра социального обслуговования насильництва 2017-й стал годом реализации одразу некальких проектов з уделом замежного капитала. Спочатку с допомогой итальянских партнеров открыли тренажерную залу для пожилых людей. Потом выиграли грант по представленной инициативе «Допомога у кожный дом». За отриманные сродки набыли автомобили, музычную аппаратуру и запотребованы у сельской мясовости господарший инвентар. После чего начали выезжать у 23 отдаленные везки с невеликой колькостью насильництва. Для реализации наших задумок было создано три бригады. Это мобильная бригада для оказания социально-бытовых услуг, это информационная бригада и волонтеры. Сирот самых вядомых из запотребованных мясцовых инициатив, які реализованы у Чашерским районням, музей хлеба у агрогородку Батвиново. Як и попередний проект, он финансовался Евросоюзом у рамках программы Организации объединенных наций садейничания разведцю на мясцовом узровне у Республицы Беларусь. По великим рахункам музей с такой назвой у везцы был открытый еще в 2014-м, але тогда он займал два невеликые покои у мясцовом культурно-спортывном центре. Теперь это, по сути, новая установа. Приобрели и аппаратуру музыкальную, и костюмы. Все то необходимое, что нам дотачится работы нашей. Зробили рамонт у помешканних, открыли новых 8 покоев, где располагается выставка хлебов наших, чудовных, и какие простосованы для экспонатов для наших, что дотачится посеву хлеба, для их уборки. Хоть особливость Чачерского района не только у великой колькости проектов, которые реализованы с допомогой замежных грантов. У агрогородку Залессе працуют одразу два музеи, створенные на сродке мясцового киноконцертного центра. Музей пасхального яйка – великодный суд. Его открыли пять годов тому. За минулый час навык легенду придумали. Коли докрануться до некоторых экспонатов, здесь сняется любое ожидание. Людям заусюды хочется верить указку, а тому проблем с наведвальниками Няма. Темболь, что побачь находится царство Бабы Яги. Гэты проект реализовали летось. По великим рахунку Баба Яга – рекламный трук, але дейничая без адмоуна. Практично усе перадновогодние мероприемства, які будут тут проводиться, уже забронированные. Подводящие выники, удельники семинару робят однозначный вывод. Коли проявлять инициативу, можно шмат шагу досягнуть. В опыте Чачерского района гэтамо реальное подтверждание. Скорее не могут рекламировать себя. В каждом районе есть что-то уникальное. Я сама выезжаю в регион и для себя открывала новую Гомельщину. Хотя вы знаете, что по своей работе я всегда выезжала, но немножко с другой спецификой. Но вот с этой точки зрения инициатив, я считаю, что у нас их много. И мы стараемся сегодня их позиционировать. Все равно все зависит от человека. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Яугин Макеенко, телерадиокампания «Гомель», Чачерский район. Почалися святочные мероприемства, присвященные 76-ю годзю, вызволение Гомеля от немецко-фашистских захопников. В Чагуношном районе для опомника с девушином зенитшицем прошел урошистый митинг. У делу им приняли керавництва районы, ветераны и молодь. Под час мероприемства яны усклали кветки и вянки у гонор тих, кто оборонял Гомель в час Великой Айчиной войны. Память войну, яке отдали житие за вызволение краины, ушановали хвилинные молчания. А кроме этого, Чагуношный район долучился до республиканской акции «У славу агульной перамоги», присвященной 75-й годовине перамоги в Великой Айчиной войне. Под час митингу земля, собранная у местах похаванню, была смешана у агульную капсулу. Акция пройдя по всей краине, а завершить свое шэсте у день святкования 75-й годзе перамоги. Капсулы из усих регионов сместят у крипту храма-помника у гонор усих святых у столицы. Утягу на территорию Чагуношного района 5 индивидуальных и 14 братских могил периоду Великой Айчиной войны, у которых похаваны больше за 400 войнов. Это место уникально тем, что в самом начале войны здесь стоял полк девушек-зенитчиц, которые совершили подвиг ценой своих жизней. Они на какое-то время задержали врага и позволили частям Красной Армии отступить и занять плацдарм для дальнейшей обороны города. Мероприемцы протягнутся у неделю, понеделок и ауторок. У неделю гомельчанам покажут военно-историчную реконструкцию, просвеченную вызволению Гомеля. У понеделок и ауторок отбудутся урожистые митинги на Аллее Героев и каля Вечного огню. Завершится свято концертом. Белорусский металлургичный завод подписал погоднение на поставку металлопродукции в России на огульную сумму 40 миллионов долларов. Домовленности досягнуты по час международной промысловой выставы «Металлэкспо-2019». Як означали на предприемстве, поставка продукции отбудется у 2020 года. Разностайные кампании затекавлены у набыти бешевовых труб, катанки, конструкционного проката и дроту для рукавов высокого тиска. Россия традиционно означаливает топ-5 краин-импортеров белорусской металлопродукции. Международная выстава «Металлэкспо-2019» стала поспеховой для предприемства и у инших накерунках. Отриманы дарыши золотой медаль за распроцованный допоможник «Атлас» дефекты стальных заготовок и металлопродукции. Так само «БМЗ» означены кубком за лепшую экспозицию. 50 годов. Про садукацию до поспеху. Свой полувековый юбилей напередать не я значу экономичный факультет Гомельского государственного университета имя Франциска Скарины. За этот год он подрихтовал больше за 9 с половиной тысяч экономистов, которые играют важную роль в развитии регионов и страны. На урожайстостях побывал наш корреспондент Ганна Каральчук. История экономичного факультета началась в 1969 году с открытия в ВНУ двух уникальных для края специальностей – экономика работы и организация механизованной опрацовки экономической информации. Сейчас факультет представлен четырьмя кафедрами, которые рихтуют студентов по восьмой специальностям. Две из их – экономичная информатика и бизнес-администрование – появились оселят, чтобы развивать в регионе личную экономику и организацию эффективных бизнес-процессов. Будучих экономистов учат больше за 50 выкладчиков. Среди их – пять докторов и 24 кандидата наук. Для студентов открыто четыре науково-доследствия лаборатории. Студенты и магистранты факультета традиционно становятся переможцами международных и республиканских олимпиад и конкурсов науковых работ. Для практичной накерованности факультетам створено восемь филиалов кафедров на ведущих предприемствах в области, среди которых Беларусьбанк, Беларусьнафта, Гомсельмаш, Централит, областная инспекция, Министерство по податках и сборах. Студенты выезжают на научение в Испанию, Чехию, Польшу, Болгару, Венгрую и Россию. А выкладчики активно обмениваются опытом с коллегами из ведущих науково-эдукационных центров Европейского Союза. Факультет всегда отличали сплоченность коллектива, богатые традиции и уважительное отношение к своей истории. Мне посчастливилось учиться и работать под началом выдающихся преподавателей и ученых, фамилии которых и сегодня с трепетом вспоминают выпускники факультета, чей личный пример привлек на факультет много талантливых молодых людей. Факультет динамично развивается и сегодня является, пожалуй, ведущим научно-образовательным центром по подготовке специалистов экономического профиля. Факультет гонорится поспехами своих студентов и выпускников. Среди их керавники и главные специалисты ведущих предприемства Гомельской области, члены Урады и Национального схода Республики Беларусь, специалисты банковского сектора, начальники отделов и управления ваконавчих комитетов, ведущие в Украине и за ее межами предприемники и громадские дечи. В день юбилея их запросили у альма-матер, чтобы вспомнить студентские годы и обмерковать перспективы развития факультета. До святочной даты тут открылась гоноровая дошка с их фотостымками, которая стала яскравым подтверждением, что на факультете рыхтуют запотребованных специалистов. Хотелось бы поздравить коллектив моего родного экономического факультета, бывших деканов, действующих деканов, специалистов, которые посвятили много десятков лет на то, чтобы научить нас, молодых и неразумных, пожелать всем здоровья, добра и пусть и дальше слава экономического факультета разносилась по всему миру. Он и 20 лет назад готовил таких же специалистов, но и по следующей выпуске тоже немало выдающихся людей не только в масштабах Гомельской области, но и страны, и в целом, я считаю, даже евразийского сообщества. Хочу высказать огромное слово благодарности. Этот факультет дал действительно основу, он заложил тот фундамент знаний, который впоследствии можно реализовывать на практике. Ну и мы стараемся не терять связь с экономическим факультетом. Во-первых, мы трудоустроиваем где-то и студентов как минимум на практику. Далее лучшие из них показывают свои знания и могут трудоустроиться на предприятии. Плюс, в общем-то, сам продолжаю преподавание на кафедре. Урочистости притягнулися в концертной зале. За свою працу и значную укладу развитию науки, выкладчицкий состав факультета отримал грамоты и поддержки от кировництва университета. Ганна Корольчук, Валерий Хапанько, телерадио «Компания Гомель». До других тем. Солдаты, которые отслужили в войсковой части 55-25, проводили в запас. Теплые разведальные слова прогушали от командиров, ветеранов Великой Отчины и Духовенства. И когда в военной форме юники чувствуют себя уверенно, то перед началом обычного самостоянного життя крыху хвалюются. Тому слова и поддержки для их очень важны. Марина Джалас под обязанностями. Дмитрий Дзергач по второй годы служил в войсковой части 55-25 у Мазыры. Кажет, что крыху от почне – тыдни-два – и приступит до працы. До армии он скончил Минский энергетический колледж и зараз молодого специалиста приймут на посаду инженера на предприемство «Гомель Энерго». А служба покинет только добрые вспоминные. Каждый должен пройти это, так как испытание, можно сказать, для всех. Армия много чему научила и ценить, где-то родиться или где-то жизнь свою. В принципе, учат только лучшим. Свой долг перед родимой Петр Паденежный выконвал у войсковой части 55-25 у «Гомеля». До армии учился на повара, тому и на службы ему доверили стратегичный обовязок – кормить солдат. Юнак каже, что частей за все варил перловку. С травы, приготовленные Пятром, худко сможет поспробовать любой жадающий. Молодый человек будет працевать у одном из гомельских ресторанов. В армии начинаешь ценить какие-то жизненные мелочи. Ну, это, несомненно, урок жизненный для каждого мужчины. Поэтому я считаю, что нужно пройти эту школу жизни. На дворе сегодня стало больше подобное назимовое. Але от эмоций на пляце было тепло. Молодые военнослужащие отримали подарунки, грамоты и запрошение вернуться у войсковую часть на працу по контракте. Пока шла врачистая церемония, на супрать хвалюющийся своих детей, братов и каханых чекали родные. Сдымали на телефон и лечили хвилины до момента, коли можно будет подойти ближай. Служили в нашей части, проявили себя с лучшей стороны. За время прохождения службы хотелось бы отметить, что все 100% повзрослели, стали настоящими мужчинами, защитниками своего Отечества. Ритуал проводов с боевым стягом проводится двойче на год. Сегодня у им удельничали 106 военнослужащих с Гомельской, Брестской и Могилевской областей. Марина Джала, Юген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». В рамках республиканской информационной кампании «Час стать прикметным» у Гомеля прошел эксперимент ДАИ. Супрацовники милиции проверяли башенность человека в темный час суток с выкористанием разных светлоотбивальных элементов. Супрацовники ДАИ и удельники эксперимента выкористовывали фликеры, а так само комизельки повышенной башенности разных колеров. Мероприемство проходило на неосветленной дороге за городом. Для початку девчина в темной вопроце проходила уздох штрассы без светлоотбивальных элементов. При близком светле фар водитель смог разглядеть ее только на отлеглости меньше за 50 метров. Для вымирения отлеглости супрацовники ДАИ выкористовывают специальный прибор – курвиметр. Далее девчина надевает два фликеры. Тя первая – напрокметная про 150 метров. Наступный этап – выкористание камизелек. Две девчины у желтой и оранжевой камизельках идут уздох дороги. Девчина у желтой камизельцы – прикметная на отлеглости у 250 метров. У той час, как другую, у оранжевого, водители башат стольки за 80 метров. Эксперимент лишний раз доказал, что фликеры, а также жилеты повышенной видимости, они помогают пешеходу увидеть расстояние 150 метров и больше, что помогает сохранить жизнь. Но самый эффективный фликер – это белые, серебряные, а также лимонные. То есть они лучше видны водителю. Жахары регионы мают махшимасть звернуться по пытаниях, связанных с деятельностью Управления Следующего комитета по Гомельской области. На пытание откажет наместник начальника Алексей Исаченко. У понеделок 25 листопада отбудется промая телефонная линия. И она протягнется с 15 до 16 годин. Телефоновать потребно по номеру 69-31-62. Протягиваем выпуск. Поспешалися убачить свет, что год на планете, коля 15 миллионов детей нарожаются ранее вызначенного термина. В середнем это каждый десятый новонародженный. В 2009 году по инициативе Европейского фонда по догляду за немаулятами был заснован Международный день недоношенных детей. Соправдное свято до этой даты уже пятый год запор ладят у Гомельской городской клинической больницы номер 3. Евгения Кухаронак с подробностями. Сонечный промень. Миновита под такой назвой, что год у Гомельской городской больницы номер 3 организуют сострычу Матуль, який в свой час народили ранее термина и трапили с немаулятами сюда, в педагогическое отделение для недоношенных. Непосредно святочная программа организована, конечно, для тех самых терапыжек. Их еще на увоходе сустракают с подарунками и добрыми словами привитания и захопления досягнутыми выниками у развития. В 2010 году я родила мальчика с весом 840 грамм. Критическое было состояние, но, слава Богу, очень хорошие доктора нам очень помогли. Это было тяжелое время, но мы не ощущали себя как в больнице, мы ощущали себя как дома, потому что нас поддерживали во всем. Опять же, обстановка в отделении очень хорошая, очень, ну, все сделано для мам и малышей. Коженому юному гостю дают пригожую картку с его именем и вагой при народжении. Есть и такие, у кого значатся у всего три личбы. Удельниками свято стали 50 детей, в яке неколи сам лес связался с специалистами педатришного отделения 3-й городской больницы. Батьки застаются на совете с местными урочами не только в первые месяцы после выписки. Это на годы. Больше звонков мы научились ходить, мы научились вот это делать. У нас вот такие успехи, да, поэтому гораздо больше таких звонков, да. За помощью немножко есть, но это очень мало. В основном мы можем просто общаться. Тут поддержка немая, обмежевание в терминах. На ватсёне подчас встречи батьки отримали махчимость проконсультоваться с реабилитологами, неурологами и психологами, которые так само были запрошены разделить свято с шановными гостями. Сустрешу организуют сами урочи отделения, дякуючи доброчинным организациям и допомозе с боку необъяковых людей. Цікаво, что у подяку запрошенные семьи так само включаются в доброчинную справу и не приносят подгузки и іншие сродки гигиены для новонародженных. Вось усобранное потом размярковывается по детячих установах оховы здоровья Гомеля. Вось таки отримывается круговорот Добрыни. Евгений Кухаронак, Василия Сипцов, телерадоя компания «Гомель». У рамках акции 20 добрых справ РЦПИ работники регионального центра правовой информации Гомельской области наведали специальный дитяши сад номер 15 для детей с порушением слыху. Гости завитали на соправдное осеньское свято. Выховальники разом с детьми подрихтовали забавляльную программу со спортивными, гульнявыми и наушальными номерами. На проконце сустреша усе маленькие и удельники отримали подарунки. А на сродке, собранной силами работников РЦПИ Гомельской области, установа самостоинно закупила необходный для работы с выхованцами спортивный инвентар. С детским садом номер 15 мы познакомились, обеспечивая их программой ИПС «Эталон». Здесь работают хорошие, добрые люди, которые недоравнодушны к проблемам детей. Несколько лет назад мы для коллектива подарили ноутбук, а в юбилейный для нас год хотелось бы сделать очень много добрых дел для воспитанников сада. Нагадаем, акция «20 добрых справ» была инициирована региональным центром правовой информации Гомельской области у рамках святкования 20-ти годя с моменту створения РЦПИ. Война, каханья, житё протягивается. Солисты областной филармонии презентовали новый вокальный спектакль про меркованный до дня вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Песни и романсы, ретро-шляхеры, военные и послевоенные эстрады, прогучали у выконании народной артистки Беларуси Галины Паулянок и лауреата всесоюзных конкурсов Олены Гастинской. Глядаши смогли насолодиться такими знакомитыми композициями, как «Синя хустошка», «Агеншик», «Выподковый вальс», «Стомленное солнце», «Одлига». Все, что мне близко к моему сердцу, я как раз взяла в свою часть программы. Это и «Темная ночь», и «Три года ты мне снилась». И очень люблю эту песню, которую я буду в своем деле открывать. Рябина Александра Колкера. Подвиги – это понятно. Мы все о подвигах начинали говорить в 1945-м, мы говорим по сей день. Ну а судьбы? Надо говорить о них. Солистки Гомельской областной филармонии в своем вокальном спектакле рассказывали глядашам про незломную силу человеческой души, что перемогла улютым сопростояние жития и смерти. Про улюбенных и разлученных войной, які не глядеши на гэта, заховали верность. Про послевоенный час, коли усим хотелось жить, кахать и отшувать себя бесшасливыми. Федерация профсоюзов готова выконать всем жаданию маленьких беларусов. В Украине стартовал доброченный новогодний проект. В рамках конкурса до 8-го снежня дети могут отправить лист обо виды сворот со своими самыми потаенными жаданиями, с пометкой «Мары справживаются» и телефонами для своротной сувязи. Семерку наибольши оригинальных, добрых и смелых жаданий Федерация профсоюзов выконает под Новый год разом с Дедом Морозом. Подарым шанс знайсти собежать вероногого сябра можно будет подчас доброченной акции, которая отбудется в субботу, 30-го листопада в Гомельском городском центре культуры. Новых господаров будут шакать коты и собаки, які знаходятся под опекой волонтерского руху. Яны огляджены ветеринаром и пришеплены, дорослые живёлы стерилизованные. Жадающим обзавистись годованцам треба иметь пашпорт и пероносную приладу для кота, тяошинник и поводок для собаки. И на проконце выпуска про надворье. В неделю температура поветра истотно не изменится. В день слупок термометра зафиксуют до минус 2, в ночи – до минус 5. А падки по прогнозах синоптика в ближайшие дни не шакаются. Ветер порывами до 11-12 метров за секунду. На наступном тыдне прогнозуется невеликое потепление. У сираду поветра у дённые годины прогреется до 6 градусов. У гэтаж день махчимы дождь и мокрый снег. Гэты иншы новины вы можете знасти на нашым сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире.